Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Подарком Хадижа была необыкновенно рада. Она не расстается с ними в течение всего дня. Наденем на головку? А тебе понравилось? Как ребята сделали для тебя такой подарок? Понравился он тебе? Она у нас два дня ходила. Хадижа необыкновенный ребенок. И рассказывать про нее можно бесконечно. У девочки ДЦП. Она не может ходить, но при этом старается быть абсолютно самостоятельной. Четырехлетний ребенок проявляет небывалую волю. Она будет ползти до двери. Она будет подниматься и стараться открыть сама дверь. Даже если ты пытаешься ей помочь, я сама. Мы, конечно, рады ее. Вот такой инициативности поощряем всячески. Потому что это характер. Это ее жизнеспособность. Как она дальше сможет в жизни жить. Да. Ну ставь ножки. Ой, какая молодец. Вот и все. Молодец. Любые занятия для Хадижи и удовольствие общения, и испытания на выносливость. Поразительно, как она занимается физкультурой. В спортивном зале девчонка старается ни в чем не уступать детям с сохранным здоровьем. Делает те же упражнения и в том же темпе. Иди ко мне. Давай. Вставай. Давай. Вставай. Вот. Ножки сама ставь. Вот. Ставь ножку. Вот. Ой, какая ты молодец. Хадижи невероятно улыбчиво. Она всегда в хорошем настроении. Девочка полностью открыта миру, не опасаясь какой-то враждебности с его стороны. Это она поет колыбельной. Я поняла. Девочка очень ласковая. В ней ярко выраженное вот такое вот материнское женское начало. Она любит играть с куклами, укладывать спать, кормить, угощать, качать. Вот все, что вот мама должна детям делать, вот она все делает. Хотя, в общем-то, она этого не видела. Но видно это вот в ее природе. Сильное женское начало у Хадижи проявляется во всем. Как настоящая восточная женщина, она необыкновенно трудолюбива. После занятий все материалы и игрушки раскладывает по местам, причем в том порядке, в каком они лежали. Вот ей 4 года, она может рассказать то, что было вчера, то, что было на утренниках. И потом она очень артистичная. Она все это рассказывает в лицах, с мимикой, глаза горят. Очень большая кокетка она у нас. Любит песни петь. Хадижа и танцевать любит, участвовать в хороводах. Она сидит в колясочке и танцует руками и всем телом. Она страшная кокетка. Если у нее нет ответа на какой-то вопрос, она легко выходит из положения, улыбается, щурит глазки. Малышке очень хочется ходить. И девочка готова вложить все силы в физические упражнения. Вот, молодец. Идем мы на диванчик, сейчас с тобой сядем. Удивительный ребенок фактически борется за свое место в жизни. И при этом не унывает и не ожесточается. Более того, всем окружающим Хадижа дарит тепло. Где берет его малышка, которую никто и никогда не любил по-настоящему? Показываю. Где у листочки глазки? Вот они, вот они, глазки. Ляля пришла. Топ-топ-топ-топ. Ляля пришла. Когда здоровый домашний ребенок показывает, где у куклы глазки, это воспринимается как норма. В случае с Леной, как огромный прогресс. Девочка живет в доме ребенка практически с рождения. До года была пассивной, худенькой, болезненной. А потом потихоньку оттаяла. Начала улыбаться, переворачиваться, садиться. Сейчас вот она доросла до средней группы. Уже к ней предъявляются более сложные задания. Мы берем их на логаритмику. Это особый вид занятия. Конечно, практикуется для более взрослых деток. Но Леночка, вот она ведется на нее. Она, конечно, боится громкой музыки. Но она с удовольствием включается. И по возможности, в соответствии с ее, конечно, особенностями развития, она дает положительный результат. Дует ветерок. На Леночку сел. Оп! На головку сел. Полетел, полетел, полетел. Ой, на ножку сел. Как мы будем дуть ветерок, Лен? Да, вот так губки тянем, дуем, вот так. Идет ли у ребенка развитие, можно судить по тому моменту, когда он начинает подражать взрослым. Если малыш копирует мимику, значит, есть надежда, что он перейдет и на более высокие этапы развития. Леночка очень внимательно наблюдала за артикуляцией воспитателей и старалась подражать сначала беззвучно, а затем у нее появились отдельные слоги. Их немного, и не всегда они связаны с конкретными предметами, но это прогресс. Все же потихоньку, маленькими шажками, малышка растет и учится. Специалисты говорят, что каких-то результатов у таких детей можно ожидать к четырем годам. Зато уже сегодня можно рассмотреть характер девочки. Ну, Леночка у нас боевая такая девочка. Она, если что-то не нравится, она может проявить какие-то там не очень красивые действия. Любит, конечно, чтобы ее любили. Ходить надо, надо, ходить. Давай, нахороший, давай. Вот так, вот так, вот так, вот так. Лена давно стоит и ходит вдоль опоры. Но девочка быстро устает и начинает лениться. Для того, чтобы она стала ходить, необходимы постоянные занятия. Ребенка нужно побуждать трудиться. Она требует очень большого внимания, большой любви и большой-большой работы. Большой мячик. Мы будем с Ляей его катать. Да? Давай, скорее, лови. На тебе мячик. Все дети рождаются для того, чтобы их любили, воспитывали, готовили к самостоятельной жизни. Родители знают, как много душевных сил надо вложить в малыша, чтобы он приобрел необходимые знания. Но главное, что должен понимать ребенок, это то, что в огромном мире есть маленький островок, где он всегда может почувствовать себя защищенным и желанным. Вот этого понимания у Леночки никогда не было. Но ведь ее жизнь только начинается. Творить благо может каждый из нас. Не скупитесь на добрые слова, на улыбку, хороший поступок. Хотите добра? Творите его. Вы можете отправить СМС на номер 3443 со словом «Радость» и суммой перевода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова